Бессонная ночь, перекличка через три часа и все. Ребенок получил место в первом классе. Вернее, пока только поданы документы, необходимые для зачисления нового ученика в образовательные учреждения. Ольга Татаринова, мама будущей первоклассницы, пришла к школе еще накануне. В 9 вечера она была уже 53-й в списке желающих отдать своих детей в школу 225. Ажиотаж огромный. Создали его и родители, и, наверное, все-таки Министерство образования. В 9 часов мы открываем электронную почту, начинается прием документов одновременно. Те люди, которые составляют первую часть вашей очереди, 5 человек, мы их всех пригласим в их присутствие, откроем электронную почту, посмотрим, что там пришло. На электронный адрес 225-й поступило свыше 30 пакетов документов. Правда, по словам руководства школы, многие из родителей таким образом подстраховались. Они решили отправить и данные через интернет, и передать их лично. В первый день приема документов в 225-ю школу обратилось около 80 горожан. Здесь планируют открывать три общеобразовательных класса наполняемостью по 25 человек и один коррекционный. В нем будет 10 учащихся. Прием документов проходит в штатном режиме, и хотя желающих прийти в нашу школу достаточно много, мы надеемся, что процесс приема документов будет проходить спокойно, и все наши будущие первоклассники в соответствии с своим желанием придут в нашу школу 1 сентября. Очереди желающих оформить документы в первый день приема выстраивались только в двух школах – 225-й и 226-й. Во всех остальных родители подавали заявления в течение всего дня. Родители сегодня очень спокойно, целенаправленно подходили, писали заявления, приносили нужные документы, и без какой-то либо суеты все это происходило. Вот на 10 часов утра было принято 25 заявлений о приеме в первый класс. И постепенно в течение дня родители также подходят, пишут заявления и оставляют у нас документы. Планируется, что в 2013 году в школы города придут около 550 новых учеников. В 225-й и 222-й школе набирают по три класса. Во всех остальных образовательных учреждениях открывают по два. Кроме этого, в трех школах будут еще коррекционные классы. В департаменте образования уверены, что после того, как с 1 августа будет объявлен набор учащихся в школы города на свободные места, ажиотаж спадет, и все первоклассники будут закреплены за теми школами, куда они хотят пойти. Мы сейчас открываем набор по территории. Так как законное образование диктует нам принятие по территории, мы не можем этому противостоять. И заявления мы принимаем у всех. Независимо от того, например, 50 заявлений набрали, 51-е мы также принимаем. Всякое может случиться. Ребенок выезжает, меняет прописку, семейные обстоятельства какие-то случаются. Естественно, движение детей будет. Вся информация о свободных местах в образовательных учреждениях города будет представлена на сайте Департамента образования. Первые данные появятся уже перед праздниками. Елена Степкина, Игорь Войдаков, телерадиокомпания «Заречный». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова